Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к ним. Покаяние Элеоноры Глостовской, иллюстрации ко второй части трилогии Шекспира Генрих VI, автор Эдвин Хостин Эбби, американский и английский живописец и иллюстратор. Элеонора Кабем принадлежала к знатному роду, представители которого с конца XII века владели землями Юго-Восточной Англии и с начала XIV века заседали в парламенте как бароны Кабем. Около 1422 года Элеонора стала придворной дамой Яковы Баварской. Последняя бежала в Англию после развода с Жаном IV, Прабанским, и вышла замуж за Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера, члена Королевского дома, дяди короля Генриха VI. В 1425 году Элеонора стала любовницей Хамфри. В 1428 году брак последнего с Яковой был признан недействительным, и до 1431 года Элеонора вышла за герцога замуж. Обществе это восприняли как явный мезальянс, но Хамфри и Элеонора, по-видимому, были счастливы в браке в своем поместье в Гриниче. Они создали подобие королевского двора, где собирали людей искусство. В 1435 году после смерти брата Глостер стал настольником престола. Элеонора, по-видимому, мечтала стать королевой. В связи с этим она начала обращаться к астрологам за предсказанием. Томас Саутвелл и Роджер Боленброк составили для нее гороскоп Генриха VI, из которого следовало, что в июле или августе 1441 года жизнь монарха окажется под угрозой из-за болезни. Об этом стало известно при дворе. И началось расследование. Саутвелла, Боленброка и капеллана Элеонора Джона Хоума арестовали по обвинению в некромантии и ереси. А Элеонора нашла убежище в Винсмистере. Боленброк, допрошенный королевским советом, дал показания против герцоги. Последние предъявили обвинение по 18 пунктам, включая колдовство и измена. Она якобы изготовила восковое изображение Генриха VI и расплавила его в огне. По пяти пунктам Элеонора признала себя виновной. Ее отправили в заключение в замок лиц в Кенте. Суд признал Саутвелла Боленброка колдунами и изменителями, а герцогиню – их соучастницей. Она настояла над новым процессом. 21 октября того же года предстала перед церковным судом. Большинство обвинений Элеонора отвергло, но призналось, что покупала у некого маджориум Журден колдовское зелье, чтобы забеременеть и родить ребенка. Герцогине пришлось три дня босой в черном одеянии с непокрытой головой и со свечой в руках ходить по лондонским церквям в сопровождении двух рыцарей. Дуэя наложена на нее эпитемия. Элеонору приговорили к пожизненному заключению, а брак Элеоноры с Хамфри расторгнул. Саутвелл умер в Тавере. Боленброка подвергли казни через повешение, потрошение и четвертование. Журден сожгли зажим. В первое время после приговора Элеонора находилась в тюрьме в Честере. В 1443 году ее перевезли в Кеннель-Уорд и в июле 1446 замок Пил на острове Мэн. В марте 1449 года замок Бомарис на острове у берегов Уэльса. Ее тело, по-видимому, похоронили в местной приходской церкви. Согласно альтернативной версии, бывшая герцоганиня Глостерская умерла в Пилле. Известно, что у Хамфри Глостерского было двое детей. Артур и Антигона, жена Генри Грея, второго графа Танкервилля. Одни ученые полагают, что их родила неизвестная по имени любовница герцога. Другие, что их матерью была Элеонора. Вот так вот вкратце из истории о картине «Покаяние Элеоноры Глостерской». Иллюстрации к второй части трилогии Шекспира. Генри Шестой. Автор Эдвин Остин. Эбби. Текст из интернета. Пока-пока. До свидания. Интересно. Самому встало. Продолжение следует.